С 19 по 21 сентября этого года, естественно, на площадках Новосибирского государственного краеведческого музея придет первый международный фестиваль музейного маркетинга и гостеприимства «Музей для людей». И у нас в гостях директор музея-заповедника Царицына Елизавета Фокина и директор Новосибирского художественного музея Андрей Валерьевич Шаповалов. Доброе утро! Здравствуйте! Здравствуйте! Только я директор краеведческого музея, где фестиваль? А что я сказал? А я сказал, оно все понятно, да. Да, ничего страшного. Я все равно очень рад. А мы тоже. И хочу поздороваться со всеми радиослушателями. Здравствуйте! Здравствуйте! Я за всех радиослушателей сказал. Чем этот музей, скажем так, почему он такой особенный, скажем, да? Фестиваль. Все! Я у меня все забыл, фестиваль. И музей тоже не касается. И музей, да. Музей особенный, это вы правы. Да-да-да-да. Потому что он лучше. Это хороший оговорка. Хорошая оговорка. Музей лучше всех, это понятно. А фестиваль особенный тем, что, ну, это, наверное, первый такой фестиваль в стране, который создан для того, чтобы обсуждать, ну, наверное, самые важные проблемы для современного музейного дела. То есть, кем должен быть музей по отношению к своей публике? Как музейные работники должны вести себя по отношению к людям? И как люди должны вести себя в музее? То есть, как сделать так, чтобы для всех людей музей был не каким-то вот там пыльным складом забытых вещей, а интересным местом, где можно общаться, где можно узнать новое, где просто удобно отдыхать с детьми или просто там с другом или подругой. Но есть акция Ночь музеев. Ну, это же только акция. Да. И акция Ночь музея – это такой результат взаимодействия. Понимаете, чтобы даже Ночь музея прошла хорошо, мы, музейные работники, вообще-то должны выработать определенные модели поведения. Мы должны там создать некие принципы, и мы хотели бы вот это обсуждать. То есть, это же не мероприятие для людей. Наш фестиваль – это очень такое вот профессиональное мероприятие. То есть, вообще-то, это не городской праздник. Это праздник музейных работников, которые хотят посвятить свою жизнь тому, чтобы людям в музеях было хорошо. Но при этом для них важно, чтобы те люди, которые приходят в музей, были постоянно вовлечены в процесс. Конечно. В процессе того, что любой музей дружелюбен, комфортен. Он ровно такое же место для отдыха и времяпрепровождения любого горожанина, если уж мы про это говорим. А действительно, музейные сотрудники должны быть всегда открыты и понимать, зачем люди к ним приходят. Как вы это будете доносить до зрителя? Мы сначала, мы сами, мы, видите, до зрителя мы донесем потом. Для начала мы поймем, какой опыт уже накопился у наших коллег в стране и за рубежом. Мы поймем, что получается, что не получается, где мы достигли больших успехов, где нам надо там еще усилиться. А потом уже будем это доносить до людей. Хорошо, тогда давайте об участниках фестиваля. Что вы хотите узнать об участниках? Давайте так. Вот из статистики. У нас закончилась регистрация. В общем, фестиваль надежнается завтра. Зарегистрировалось примерно 100 участников. У нас есть две большие программы. У нас есть деловая программа, которая включает раздел маркетинга и раздел гостеприимства. И у нас есть конкурсная программа. Конкурсная программа у нас в области рекламы и маркетинга как раз она такая. Для того, чтобы понять, а кто лучше умеет хвалить свои музеи. И вовлекать, не только хвалить, но и, конечно, вовлекать туда людей необычными способами. У нас очень интересные гости на фестивале. Вот, например, Елизавета Борисовна. Кроме этого, к нам приедет такой очень известный интернет-академик Александр Лавиновский. Я думаю, в Новосибирске эту фамилию достаточно хорошо знают. К нам приедет два гостя из-за рубежа. Одна гость, я очень известный специалист из Германии. И один гость, не очень в России, но очень хорошо известный в мире человек из Южной Кореи. Он возглавляет компанию, которая специализируется на проектировании современных музеев. А, то есть он занимается постройкой, да? Он занимается и постройкой музеев, и проектированием того, как там будет организована жизнь. А нужно сказать, что это очень важно. Дело в том, что мы мало это понимаем, но с точки зрения гостеприимства в музее, страны Восточной Азии уже давно-давно-давно обогнали Европу и Америку. Вот там целая наука, как музей должен себя вести, чтобы людям было комфортно. И представьте себе, что в странах Восточной Азии люди в десятки раз больше посещают музеи, чем в Европе и в Америке. Ну, а вы на данный момент уже знаете, чем они привлекают своего зрителя? Ну, конечно, мы знаем, дело не в том, что они привлекают зрителей. Дело в том, что им удалось сделать больше. Им удалось создать культуру постоянного посещения музеев. У нас в Новосибирске, например, как большая часть людей развлекается? Кино, попкорн. Кино, попкорн и торговые центры. Торговые центры, да. А там люди берут семью, садят ее в машину, едут в соседний город и проводят в музее, в музейном парке целый день. Потому что там, наверное, комплекс, куда включено все, в том числе и попкорн. Да, там, конечно. Но это то, к чему мы должны стремиться. И хотелось бы узнать поподробнее, как они это сделали. Ну, вот на самом деле у Елизаветы Борисовны тоже такой музей, где... Кстати, да, может быть, вы расскажете поподробнее? Ну, я скажу, что, может быть, интересно будет радиослушателям. У нас в Москве в этом году, точнее, получается, уже в прошлом году, да, была запущена специальная программа, как раз, День в музее. И посещаемость школьников, не знаю, как в Новосибирске, для всех школьников у нас бесплатна. И День в музее как раз соединен, и урок в музее, программа урок в музее соединена со школьной программой. Поэтому каждый школьник московский должен минимум раз в квартал посещать музей или споведник, или парк. Ну, театр, соответственно, дополнительно, да, и имеет отдельную специальную программу. Учителя приходят к нам обучаться по определенным дисциплинам. Например, у нас в музее это биология, химия, английский язык, история и искусство ведения. Да, и учителя, приводя к нам детей, в общем, могут получать все эти возможности прямо на месте. И для нас это тоже, на своего рода, дружелюбная среда для наших посетителей. Музей-заповедник. Да, музей-заповедник. Ну, мы очень большой музей-заповедник, да, один из самых больших в стране. Как это просто выглядит, я хочу представить. Музей-заповедник – это комплекс таких архитектурных объектов. Мы, дворцово-уставочный ансамбль XVIII века, один из первых пейзажно-исторических парков XIX века, который получился в Евросоюзе в XIX веке, были созданы в честь, не в честь, да, в честь заключения победы в Российско-Турецкой войне и заключения Кучука и Неджерского мира, по указу Екатерины II, такими знаменитыми архитекторами Баженовым и Казаковым. Это действительно самая несбывшаяся резиденция, потому что она строилась, потом снова разрушалась, потом снова достраивалась уже другим архитекторам. Ну а сейчас мы 400 гектар территории особо охраняемой в городе Москва, 61 памятник, где присутствуют памятники археологии и архитектуры. В общем, нас местные археологи называют таким московским Вавилоном, потому что действительно количество памятников археологии на единицу нашего. На каждый квадратный метр у нас действительно очень большое. Ну плюс, если говорим мы про наших посетителей, те, которые приходят к нам и в парк, и в музей, то по итогу прошлого года у нас более 6 миллионов посетителей территории парка и музей-заповедника 1,2 миллиона. Мы активно работаем со всеми нашими посетителями, придумывая каждый раз все новые и новые проекты, причем это проекты синтетические. Когда Андрей Валерьевич говорит про то, что мы должны действительно становиться музеем, точнее местом, куда люди идут, просто не задумываясь, и не выбирая, собственно, сегодня я в выходные пойду в музей или в торговый центр. То есть нам кажется, что у людей не должно стоять даже выбора, потому что торговый центр это скорее такое утилитарное понятие, мне нужно пойти что-то купить и как-то провести время или развлечься. Музей тоже своего рода, музей и храм, безусловно, но это не значит, что в этом храме я не могу получить определенное количество развлечений. Мы не подходим, наш подход, безусловно, не основывается на развлекательных мероприятиях. Музей скорее это место познавательное для нашего посетителя, но мы должны уметь так подать информацию в нашем музее, так принять любого человека, который к нам приходит, так его встретить с улыбкой и так его снавигировать, чтобы человек возвращался к нам вновь и вновь и приводил своих друзей и знакомых. Нам уже захотелось два. Это правильно. У нас, да, у нас действительно уникальная ситуация, потому что, конечно, мы имеем обширную территорию, действительно отвлекаем людей на целый день, поскольку мы находимся не в центре Москвы, и для нас, чтобы добраться, мы все время говорим, на метро от Арбата до Царицына всего 20 минут, это правда. На машине чуть дольше, поэтому человек специально приезжает к нам, но весь набор услуг, которые мы им предлагаем, он действительно обширный. Это и посещение выставки, летний период, это, естественно, прогулка по территории, если ты спортсмен, ты можешь, соответственно, пройти легкой ходьбой, способом теренкура, если ты приехал просто отдохнуть и погулять, это лодки и катамараны, соответственно, вся инфраструктура еды на территории экскурсии по территории прокат электромобиля, но вечером ты можешь пойти на концерт органной или классической музыки, или послушать романсы, или если у нас идут какие-то фестивали, то, соответственно, побыть на территории исторического парка и послушать какой-нибудь историческом мере. Здорово. Вот это я понимаю. Вот это таким должен быть настоящий музей. Да, у нас в Новосибирске, к сожалению, такого еще нет. Но мы к этому стремимся. Конечно. Давайте прервемся на рекламу и потом продолжим разговор. Напомню, у нас в гостях директор музея заповедника Царицына Елизавета Фокина и директор Новосибирского краеведческого музея Андрей Валерьевич Шаповалов. И говорим мы о фестивале «Музей для людей». Почему фестиваль, а не форум? Знаете, мы вот этот формат специально придумали в виде фестиваля по двум причинам. Во-первых, знаете, очень много форумов, где собираются такие дяди в галстуках, женщины в красивых платьях, говорят с высоких трибун, и это ничем не заканчивается. Бесспорно, форумы важны, но нам показалось, что гораздо важнее, чтобы те люди, которые к нам приедут, стали не просто нашими будущими партнерами. Нам очень важно, чтобы они подружились. Мы хотим создать такую легкую, открытую атмосферу, чтобы о сложных вещах мы говорили не со звериной серьезностью, а легко, открыто, ничего не скрывая. И вот нам показалось, что фестиваль, а фестиваль ведь подразумевает праздник, мы хотим, чтобы люди приехали к нам на праздник, чтобы уехали отсюда они нашими любимыми друзьями, и потом, вы понимаете же, с друзьями гораздо интереснее работать, что-то делать совместно. И мы хотели бы, чтобы именно этим наш фестиваль закончился. Ну, вот я, наверное, в продолжение Андрея хочу сказать, что, конечно, исходя из нашего даже вчерашнего разговора, мне кажется, слово «фестиваль» звучит как-то проще, да, и понятнее, да, и более действительно открыто. И, наверное, действительно для музейного сообщества очень важен такой неформальный стиль. То, в каком жанре, наверное, будет проходить все завтрашние и последующие дискуссии. Ну, как-то, да, веселее, свободнее. Конечно, мы очень хотели бы избежать какого-то вот напряга официоза. Форум, форум. Вообще в целом. О, фестиваль, фестиваль, эй! Да, 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 фестиваль — это именно оно. Давайте о конкурсной программе фестиваля поговорим. Давайте. Мы делаем конкурсную программу, которая, в общем, участники должны рассказать о методах продвижения какого-то музейного проекта, причем который уже закончился. Какую-то презентацию сделать, да? Ну, они сделали. В какой форме это будет? Это будет в форме, во-первых, это будет в форме стенда. То есть мы выделяем два выставочных зала, где все участники там привезут некое наглядное представление о том, что они делали. Плюс у каждого будет телевизор, где... Больше информации поместится. Да, нет, ну просто, видите, сейчас продвижение невозможно без современных медиа, поэтому они все это будут показывать. Каждому участнику мы даем 10 минут на презентацию. Будет специальная конкурсная комиссия, которая будет все это отсматривать. Мы ожидаем, что будет два победителя. То есть будет официальный победитель, то есть того, который выберет высокое жюри. И мы считаем это очень важно. То есть то, как мы работаем с публикой, это очень важная вещь. И мы хотели бы, конечно, и перенимать опыт, и распространять хороший опыт. Вот тот музей, который выиграет в этой конкурсной программе, один человек из этого музея поедет с нами на стажировку. Ну, пока мы еще не решили, куда, но это будет, скорее всего, либо Берлин, либо Шанхай. То есть это такая прям... За победу человек поедет учиться. Учиться дальше тому, что он и так хорошо делает. И будет еще вторая номинация. По гамбургскому счету, это когда все участники сами оценят эти презентации, выставят баллы, и мы тоже выберем как бы такого народного героя, и он тоже получит приз. Но это уже будет стажировка не за рубежом, а стажировка в нашей школе музейной. Краеведческие музеи участвуют в конкурсе? Или как принимающая сторона, или как профессионал не участвует? Нет, мы участвуем. Нет, мы... Знаете, мы с одной стороны профессионалы, а с другой стороны приличные люди. Мы участвуем в конкурсе, потому что мы считаем, что у нас тоже хороший опыт, и мы хотим его показать. Но выигрывать мы, конечно, не будем, поэтому мы в конкурсе не участвуем. Мы участвуем как приглашенные профессионалы. Но тем не менее, что-то будете представлять, показывать, что интересно. Мы будем представлять проект «Тришка и 33 трилобита», который был два года назад. Помните нам, что это за проект. «Тришка и 33 трилобита» — это такая палеонтологическая выставка с таким главным героем Тришкой. «Тришка» — это, собственно, такой трилобит, прям живое фактическое существо, которое в зале рассказывает от первого лица, что он видел там миллионы лет назад. Придуманный персонаж. Придуманный персонаж. То есть мы будем рассказывать об этом. У нас была очень успешная, понимаете, палеонтология — это ведь такие не очень интересные серые каменюки, в которых надо что-то разглядеть. Люди, как правило, не очень понимают, что это такое. Они ощущают древность, да, вот это миллионы лет. Ну, что там вот эти миллионы лет? Да, у меня даже глаз задергался. Да, мне не очень понятно. А вот у нас был очень успешный проект продвижения с этим «Тришкой», и, в общем, мы хотели бы его показать просто. Какие ожидания от фестиваля? Знаете, наши ожидания очень простые. Мы бы хотели, чтобы все люди, которые к нам приехали, получили удовольствие и получили новых друзей, получили новый опыт, а потом все чаще приезжали бы к нам, потому что наша же задача, кроме всего прочего, еще и показать гостям вообще наши музеи. Ведь Новосибирский краеведческий музей — это не просто здание на Красном проспекте, вообще это очень много филиалов, много зданий, много различных маленьких музеев и экспозиций. И мне кажется, нам есть что показать. Мы хотели бы, чтобы люди это увидели, они узнали, как мы работаем, ну и чего-то нам подсказали, чего-то сами у нас украли. То есть нам нужно общение, и ведь это первый фестиваль, который мы хотим сделать ежегодно. Вот я сижу, и у меня на языке этот вопрос, что будет ли он ежегодным. Да, я надеюсь, он будет ежегодным. Ну посмотрим. По результатам. Вдруг у нас будет там прям оглушительный провал. Да ну, ну, перестань. Такого быть не может. Да я тоже, конечно, так. Тем более, что у вас информационный партнер «Радио 54», но это вопрос не может быть. Спасибо «Радио 54» за это. Елизавета, вы что-нибудь добавите? Ну, я вот сейчас, слушая Андрея Валерьевича, я, конечно, читала программу данного, не все нюансы и тонкости знала. Хочу сказать, что это такой, мне кажется, очень правильный европейский подход, когда в городе действительно существуют музеи с большим количеством филиалов, когда музей сам задумывается над тем, как ему правильно перераспределить поток. Ведь когда, условно, есть музеи в центре города, есть небольшие музеи, находящиеся в области, у тебя, как у директора, всегда стоит задача, каким образом привлечь туристический поток в те места, куда, в общем-то, не каждый посетитель, не каждый приезжий посетитель захочет поехать. И мне кажется, вот этот подход с фестивалем вполне может помочь музею дооформить свою идею относительно, не знаю, какого-то, может быть, совместного проекта по такому кольцу или по туристическому маршруту, в общем, придумать вот такие ходы нестандартные, маркетинговые. Хотя вот слово маркетинг, оно же долгое время не применялось вообще, в принципе, к музейной сфере. На самом деле, любой музей, делая любую выставку, экспозицию, в первую очередь, должен думать о том, для кого он ее делает. Или, там, делая какую-то экскурсионную программу, в большом случае, должен думать о том, для кого он делает всю эту программу. Поэтому, мне кажется, большая часть вопросов, которые есть у Ивановича сейчас, для того, чтобы увеличить поток людей, которые идут в музеи, если, я думаю, что у любого музея есть эта задача, да? И увеличить поток. С другой стороны, изменить отношение самих сотрудников музея, иногда даже достаточно консервативное, к людям, которые к ним приходят, потому что не у каждого музея есть задача максимально раскрыть свою коллекцию или то, что он хранит. Потому что музей одна из функций все-таки хранения. Популяризация — это одна из функций тоже, но не каждый музей это для себя как-то так рефлексивно осознает. И вот это желание Краевического музея действительно как-то раскрыться и подумать над тем, кто к нему приходит, как музей хочет с ними коммуницировать и еще вокруг себя сделать такую объединяющую коммуникационную площадку, мне кажется, это невероятно круто для Новосибирска. Мы согласны полностью. Пусть все получится, как задумали, пусть будет продолжение. Мы вам этого желаем. Напомню, у нас в гостях были директор музея-заповедника Царицына Елизавета Фокина и директор Новосибирского краеведческого музея Андрей Валерьевич Шаповалов. Еще раз благодарим вас. Вам спасибо.